Всем привет, с вами Орбикс, а в этом видео мы будем делать Хэллоуинскую карту в Рублок Студио, а именно Хуррор Цирк. Давайте сразу перейдем к делу, и если вы не знаете, как зайти в Рублок Студио, то смотрите. С главной страницы Рублокса на сайте переходим в Create и создаем новую игру. Если у вас нету Рублок Студио, то вам предложат скачать. Ну а мы выбираем шаблон и попадаем на карту. Сначала я бы хотел сделать окружение и мелкие детали, такие как деревья, кусты, а потом соединить это всё в красивую композицию. Вы можете взять всё, что вам надо в тулбоксе, но я буду моделировать свои собственные модели в Блендере. У меня было уже много уроков про эту программу. В ней вы можете моделировать, анимировать и также делать материалы. Скачиваем с официального сайта, бесплатно, кстати, а потом заходим в программу. Я собираюсь сделать дерево. В Add добавляем кубы, а далее переходим в режим моделирования. Выделяем верхнюю часть куба и аккуратно наклоняем его английской клавишей R, а клавишей E вытягиваем. Начинаем создавать что-то вроде ствола. Со временем мы уменьшаем буквы S на клавиатуре. Следующее, что нам нужно сделать, это ветки. Берём данный инструмент на левой панели и добавляем полигоны. Затем, так же, как и основной ствол, вытягиваем веточки. Ну что же, наше дерево готово, но чтобы брать острые углы, придётся добавить модификатор Subdivision Surface. Изменяем настройки, как вам удобнее, а потом правой кнопкой мыши ставим Shade Smooth для более сильного сглаживания. Наше дерево пока что без листьев, готово к экспорту в Roblox Studio. Кликаем на файл в окне Export, выбираем Wavefront, либо FabEx. Попробуйте два варианта, ведь модель может не загрузиться в Roblox Studio. Переходим обратно в Roblox Studio, чтобы загрузить модель. Сочетаем клавишу Ctrl и ищем и добавляем Mesh Part. Через него мы и загрузим модели, в его настройках на правой панели находим нужный нам файл. Соглашаемся или нет с данными галочками, и вот наша модель здесь. Мы должны увеличить её, как вам хочется, далее наложить текстуру или материал. В Material Manager ищем нужного материала, накладываем его на дерево. В параметре Color ставим цвет. Давайте завершим создание других объектов, возвращаемся в Blender. Так как у дерева должна быть листва, мы её сделаем. Создаём сферу и увеличиваем у неё полигоны. Не ставим слишком много, ведь у Roblox есть лимит. А потом делаем Shade Smooth. На следующем шаге нам придётся добавить в модификатор Displace. Кликнуть на New, на вот эту кнопку, а потом выбрать Clouds. Далее сглаживаем Shade Smooth и экспортируем листву в Roblox Studio. Так же, как мы делали с деревом. Ещё мы можем создать воздушный шарик, но про это у меня уже было отдельное видео. Советую посмотреть. Возвращаемся в Roblox Studio и у нас готовы все мелкие детали, а значит мы можем перейти к ландшафту. Ищем на верхней панели Terrain Editor и так как у нас земля, мы просто можем вытягивать ландшафт инструментом Glow или создавать яму инструментом Aeroad. Ещё мы можем перекрасить готовый ландшафт в другой материал. На правой панели можно поставить галочку Decoration и у нас появляется трава на земле. Ещё кисточкой мы можем сделать вводу и поменять её настройки в той же правой панели. Например, прозрачность, скорость течения и даже цвет. Что же, у нас готов ландшафт и перед созданием цирка давайте расставим нашу созданную модель в блендере по нашей карте. Во-первых, сначала я хочу соединить ствол дерева с листвой. Просто подставляем листву к дереву и выделяем их все, чтобы потом соединить в единую модель на правой панели. Чтобы вручную не копировать и ставить модели, мы можем использовать плагины. Это специальное дополнение для программ, которые добавляют новые функции. Один из них называется Brush Tool. Ссылка будет в описании. Просто кликаем по этой кнопке и здесь у нас все модели, которые существуют на карте. Кликаем на этот для добавления, а чуть выше мы можем установить настройки. Например, чтобы каждый объект был разного размера или поворота. Устанавливаем нужные вам параметры и теперь мы можем буквально рисовать объектами. Таким образом создаём целый лес. Думаю, можно начать делать цирк, это будет шатёр. А в строительстве нам поможет плагин Building Tools by 53X. И он также будет в описании под этим видео. Добавляем обычные парты и сразу ставим цвет и материал для большего удобства. Включаем плагины. Здесь такие же инструменты, что и в панели наверху. Но здесь они собраны более компактно и удобно. Строим наш хоррор-цирк. Субтитры создавал DimaTorzok Он готов и следующее, что вы можете сделать, это подкорректировать ландшафт и переместить объекты, чтобы всё смотрелось лучше. Ещё мы можем создать побольше деталей. Наша карта готова. Но для полной атмосферы хоррора нам нужно добавить освещение. На правой панели ищем латин и там меняем шедоумап на фитуре, ведь это более реалистичный движок к графике. Потом ставим ночь и делаем туман любого цвета в самом нижнем параметре. Под конец расставляем поинт лайт по всей карте разных цветов, чтобы сделать ещё атмосферней. Добавляем спаум для игроков в определённом месте и на этом наша карта готова. В принципе, этот плейс подойдёт как лобби для какой-то хоррор игры. Всё, что нам осталось сделать, так это сохранить. Файл кликаем на Publish to Roblox, а с этим ставим всё, что вы хотите. Пишите название, жанр, описание и так далее. Для получения доступа к игре для других людей на сайте Roblox сделаем этот глаз зелёным. Ну на этом всё. С Хэллоуином вас. Советую посмотреть мои прошлые или новые видео. Всем пока!